Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Хризантема одна из самых красивых, самых неприхотливых цветов. Этот многолетник можно встретить в каждом участке, вот у нас у всех, или в полисаднике, или в огороде. У меня тоже очень много разных цветов, расцветок я имею ввиду. И вот весна это самый лучший способ для время, для размножения, для пересадки, для омоложения кустов. Вообще, хризантему рекомендуют специалисты раз в несколько лет рассаживать, даже если вам не надо размножить, просто для того, чтобы старые заросшие кусты омолодить. Вот видите, я сейчас выкопала вот этот куст, это вот один куст. Естественно, что ему уже тесно при таком... Сейчас покажу вам корни. Вот видите корни. Им уже и тесно, и мало места. И вот если оставить куст в таком виде, вот этот старый, то, конечно, и цветы мельчают, и вообще качество вот этого куста хризантемы будет снижаться. Весной мы его разделяем. Вот сейчас нужно разделить часть, или отдать кому-то, или выбросить, или посадить на другое место. Ну, куда деть лишнее, вы там сами потом решите. Покажу вам вот на таком примере. Вот у меня... Это у меня лиловая махровая лилея, а это красная ромашка. Вот достаточно отделить вот такой сегмент. У него вот здесь... Ну, достаточно 5-6, а тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да. Вот столько корешков, вот столько росточков. Это вот была в прошлом году одна веточка. Теперь вот каждая одна веточка такая даст вот столько вот отростков. Он будет густой, пушистый кустик. И вот такого кустика для хорошей хризантемы достаточно. Вы представьте, как загущено будет здесь, если оставить весной вот всю эту поросль. Вот каждый такой... Вот он был один. Сейчас отделю. Был один, теперь он весь-весь-весь покрывается вот такими ростками. Еще даже не все почки вылезли. Обязательно нужно разделять. Вот такое разделение весеннее куста, оно омолаживает растение. Ему будет больше питания. Вы представьте, сколько корней, сколько ростков. Все в одном месте. На каких-то там 30 сантиметрах вот в диаметре. Вот оставите вот такой кустик, посадите. Куст будет молодой, зацветет. Цветки будут крупные. Питания будет много. Естественно, при посадке в лунку сразу добавляем удобрения. Высаживаем только на солнечное место. Высаживать можно уже сейчас. Конец апреля, май. Это самый прекрасный период для пересадки хризантемы, потому что она очень холодостойкая. Она не боится ни заморозков, ни похолоданий. Разделяйте, омоложайте свои хризантемы. И они вас порадуют осенью. Цветут, конечно, они поздно. Они в жаркий период не цветут, а цветут, они именно холодолюбивые цветы. Поздно осенью. У нас в прошлом году ушли вот эти красные цветы под снег. Зрелище незабываемое. Падает снег и красные хризантемы. Все, я пошла свои разделять. Омолаживайте хризантему весной.